Не упустите возможность подзаработать на ставках на самый топовый киберспортивный ивент The International на пари матч. Для этого нужно зарегистрироваться, пополнить баланс любым удобным способом, перейти в раздел киберспорт и выбрать свою игру. И еще специально от моего канала плюс 100% бонус на первое пополнение по ссылке в описании. Париматч. Играют они, выигрываете вы. Приветствую всех, с вами Межарк. В этом ролике я расскажу, как можно выигрывать игры, имея вместо рук клешни и обладая минимальным пониманием игры. Рассказываю все это по своему опыту. В последнее время я мало играю в доту, соответственно играю как бич. И чтобы не напрягаться, я выбрал самый простой вариант. Играю я всего на двух героях, а именно на клинкзе и зевсе. Клинкзе я пикаю против любого героя, кроме тинкера. Против тинкера я беру зевса. Ну и еще зевса я беру, когда банят клинкза. А это бывает довольно часто. Давайте же начнем с клинкза. В стартовом закупе я беру рейсбенд и вард. Больше ничего в принципе не требуется. Конечно можно попросить вард и танго у саппорта, но это вот прям совсем не обязательно. Важно хорошо заставить первую пачку крипов, и вард советую ставить сюда. Этого вижена будет достаточно, оставив вард на вражеский хайграунд, есть риск того, что его сломают. И если это произойдет, то вы потеряете сразу миллиард преимущества. Казалось бы, что сложного в том, чтобы стоять на миде за клинкза? Однако понаблюдав за тем, как некоторые это делают, я даже немного пригорел с того, какие же они хуевые. У клинкза с самого начала огромная тычка. Также есть возможность бить врага через W, и тогда крипы на него агриться не будут. Так вот, в чем же проблема? Клинкс герой сноубола. Я заметил, что довольно много игроков за клинкза ведут себя слишком пассивно в начале, ну а потом закономерно сосут. Также довольно много игроков ведут себя агрессивно. Они просто по кд бьют вражеского мидера, но при этом в закупе у них все равно ничего не появляется, потому что они не могут добивать крипов. За клинкза нужно добивать всех крипов. По максимуму днаить и не подпускать вражеского мидера к крипам вообще. За клинкза это делать настолько легко, что не делать это просто стыдно. Вначале, конечно же, даем 2-3 тычки по вражескому мидеру, вначале, конечно же, даем 2-3 тычки по вражескому мидеру, но ни в коем случае не забываем про вражеских крипов и не пропускаем ни одного. За счет этого очень быстро доносим себе Курой базилку, и с аквилой, которая у нас в итоге получается, гораздо проще донать своих крипов. Да и мана не заканчивается, можно спамить по кд огненными стрелами. Далее, сразу как только появляются бабки, доносим себе Блайтстоун, после него медальку, соло ринг и сапог, именно в такой последовательности. Ну и с этими айтемами, имея стрейф 3, можно начать убивать вражеского мидера. Ульт, кстати, не обязательно качать на 6 уровне. Не, ну типа, если вы стоите на лоу хп, по какой-либо причине, то, конечно, стоит взять ульту на 6 и схавать крипа. Если же у вас все отлично, то качайте огненные стрелы в 3, инвиз в 1 и дальше упарывайтесь в стрейф. Талант на 10 уровне юзлес, поэтому качаем его в последнюю очередь. На 15 уровне берем плюс 3 за тюрона от стрел, на 20-м плюс 20 к здоровью в секунду. Это охрененный талант на самом деле, многие его недооценивают, но качнув его один раз, вы почувствуете его силу. Ну и на 25-м берем плюс 4 секунды к стрейфу. Какое-то время я качал двойную стрелу, ну, это просто прикольно, ломать сразу 2 барака, да? Но сейчас я понимаю, что особо в этом нет смысла. Вернемся к предметам. После того, как вы купили аквилу, медальку, блайдстоун, сапог и соло ринг, у вас, по сути, есть 2 варианта сборки. Либо сделать изолятор и хекс, либо сделать орчид и нулифайр. В последнее время стало модно говорить, что орчид на бонника собирает дауны. Также есть еще более интересные люди, которые считают, что они не тупое стадо. Они уникальные. Они не следуют трендам. И в противоречии остальным людям, они наоборот говорят, что надо играть через орчид, а фаз дизоль для даунов. Что те, что другие долбоебы еще те. Откровенно говоря, мне больше нравится билд через быстрый дизоль. Ну, потому что с ним просто игры быстрее можно закончить. Но далеко не в каждой игре этот билд зайдет. Клинкс очень медленно фармит, а значит ему нужно хотя бы парочку героев во вражеской команде, на которых он сможет кормиться. Если уже у врагов, допустим, какой-нибудь аппарат, инвокер, эсэф и прочие герои, которые, ну, ничего не могут сделать с Клинзу, не имеют никаких эскейпов, да и вообще Клинкс их убивает с двух тычек, то, конечно, лучше взять быстрый дизоль, поубивать дурачков и закончить игру на 20-й минуте. Но есть ли у врагов в пике какой-нибудь Скорпион, который сразу будет копать Клинкса, как только он включит трейв, какой-нибудь ебучий Омник, Квапа, да та же ЦМка, которая просто даст колбу и спокойно уйдет. Не, ну тут, конечно, еще зависит от реакции, возможно. Играя на 1-2к ПТС, всегда можно собирать фаз дизоль, а вот на 3к ПТС это уже не прокатит. Против пика, который я назвал выше, лучше будет взять Орчет плюс нулифайер, и потом уже можно докупить дизоль. Игра будет минут на 10 подольше, но она будет выиграна. Еще раз пробежимся по главному. Гнобим вражеского мидера и фармим всех хрипов. Покупаем мелкие айтемы по типу Блайтстоуна, сразу как только у нас на них появляется голда. Получив в Соло-ринг медальку Блайтстоун, Аквилу и Сапог, идем по карте, собираем фраги. Также при любой сборке, не забываем время от времени ломать тавера. Следующий герой Зевс. Тоже очень интересный герой. Зевс вроде всегда считался героем, за которого фармить всех вражеских крипов сможет даже насекомое. Но при этом Зевса очень легко переденайить. Я уже не помню в каком патче, Зевсу подняли урон с руки. Но по сути пофигу, главное что подняли. Я вот сейчас на первом уровне качаю второй скил, беру нулик, два кларити в стартовом закупе, и фармлю крипов руками. Там демидж такой ебанутый, что хрен кто его переластхитит. К тому же постоянный харас вторым скиллом тоже малоприятная штука. Как только появляется возможность, доношу себе второй нулик, чтобы у меня было еще больше урона, и кларити с арканами, чтобы мана не заканчивалась. Затем конечно же делаю дискорд и аганим. Спушить конечно Зевс не может, в отличии от клинкза. Но зато может так же легко убивать вражеских героев. И для того, чтобы закончить игру, нужно просто собрать команду вместе. По предметам после дискорда и аганима, я делаю рефрешер. Иногда еще беру Блингер для мобильности. Очень люблю собирать Бладстоун, потому что с ним мана не кончается. Также если нужна плотность, то сверху Бладстоун беру еще Актарин. Из талантов беру опыт на 10, на 15 скорость передвижения, на 20 чаще всего дополнительное оглушение от болта, и на 25 дополнительный урон от первого скилла. На этом пожалуй закончим. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и добавлять меня в ВК. С вами был Межарк, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok